Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Псикитай. Ну что ж, мы продолжаем делать топчики офигенных смартфонов. И сегодня мы поговорим про смартфончики до 300 баксов на сайте Алиэкспресс, которые можно будет урвать с самой хорошей и вкусной скидкой 11 ноября на распродаже. Поэтому, друзья, садимся поудобнее и поехали! И знаете, первый смартфончик у нас от компании Xiaomi. Новинка Xiaomi Mi 8 Lite. Смартфон, который очень даже хорошо просядет в стоимости 11 ноября. И самое интересное, это будет глобальная версия смартфона. Не китайская, а именно глобальная, хорошая. Покупаем и не заморачиваемся. Ну что ж, характеристики. Дисплей 6,26 дюйма, Full HD+, разрешение. Дизайн а-ля Huawei и непонятно что. Потому что, ну да, смартфон красивый, стеклянный, переливается там все. Есть разноцветные, так сказать, версии. Но дизайн очень хорошо скопирован со смартфончиком компании Huawei. Ладно, процессор Snapdragon 660. 4 гигабайта оперативный, 64 встроенный. Как бы неплохо. Батарея, да, небольшая, 3350 мАч. Ну так себе. Камеры интересные. Основная на 12 плюс 5 мегапикселей. Основной модуль Sony IMX363. Это довольно-таки хорошая камера. И фронталочка там царская. 24 мегапикселя. И все это чудо можно будет урвать за 210 долларов. И знаете, это очень крутой камерафон за такую стоимость. Нормальная производительность. Нормальные камеры. Да, есть небольшая монобровь. Но в целом смартфон интересный. Поэтому за 210 баксов, конечно же, рекомендую. Ссылка в описании. А дальше у нас идет самый доступный и самый игровой смартфончик. Да, это Pocophone F1. Данное чудо у меня было на обзоре. И знаете, скажу вам по секрету, я заказал еще один Pocophone себе. Да, как-то вот так. И знаете, я в обзоре сказал, что скорее всего 11 ноября Pocophone просядет до 270-280 долларов. И да, так оно и будет. Потому что 11 ноября можно будет купить данное игровое чудо за 280 долларов. Версия 6.64. Как бы неплохо. Кто не в курсе, это самый дешевый смартфон на Snapdragon 845. То есть в игрушки можно играть в любые без проблем. Камеры там тоже, в принципе, неплохие. Они, по сути, такие же, как Xiaomi Mi 8 Lite или Xiaomi Mi 8 SE. 12 плюс 5 мегапикселей. И царская фронталочка на 20 мегапикселей. Батарея на 4000. USB Type-C, быстрая зарядочка. Дисплей 6,26 дюймов. Full HD плюс разрешение. Есть монобровер, сблокировка по лицу. Короче говоря, друзья, смартфон интересный, крутой для тех людей, которым нужна максимальная производительность за минимальные деньги. В любом случае, есть обзор, ссылочка в описании. Но 280 долларов. 11 ноября. Плюс кешбек, плюс какой-то там еще купончик. Короче, обалденный смартфон. Ссылка в описании. И знаете, я не зря вспомнил Mi 8 SE, потому что Mi 8 SE тоже есть в моем списке. И 11 ноября можно будет купить данное чудо за 240 баксов. Да, данный смартфончик только для Китая. На международный рынок он вообще не предназначен, потому что прошивок нет, глобальной версии нет. Но есть кастомные хорошие прошивки, которые обновляются, и все там хорошо. Вообще претензий нет. И знаете, меня данный смартфон очень даже заинтересовал, когда его только представили. Потому что, ну, он интересен. А вот сейчас за 240 баксов, е-мое, дисплей 5,88 дюйма. AMOLED матрица. Full HD Plus разрешение. Snapdragon 710. То есть он мощный и он энергоэффективный. Круто. Батарея, да, небольшая, 3150 мАч. Камеры тоже здесь интересные. Они такие же, как Pocophone F1 или Xiaomi Mi 8 Lite. Это 12 плюс 5 мегапикселей Sony IMX363. И фронталочка на 20 мегапикселей. Да, в целом это очень даже интересное предложение, потому что небольшие размеры, крутой дизайн. OLED-дисплей, да, кому-то нравится, кому-то нет. Но есть один весомый плюс, это энергоэффективность, энергопотребление. И в паре со Snapdragon 710 Plus, небольшая диагональ, у нас будет нормальная, хорошая автономность. В общем, друзья, Mi 8 SE, конечно же, рекомендую. Ссылочка в описании. Ну что ж, Xiaomi закончились. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше у нас есть смартфончик от компании Meizu. Meizu X8. И тоже глобальная версия. За 225 долларов. И знаете, это самый крутой смартфон от компании Meizu на данный момент, потому что его можно будет купить за 225 долларов. Итак, вы готовы? Характеристики. Дисплей 6,2 дюйма, Full HD+, разрешение Snapdragon 710. И вот так вот, за 225 долларов. Основная камера 12 плюс 5 мегапикселей. И камеры там тоже хорошие. Фронталочка на 20 мегапикселей. Да, батарея небольшая, только 3150 мАч, но дизайн у него обалденный. И знаете, у него есть монобровь, но знаете, самая красивая, наверное, монобровь, которую я вообще видел, потому что она очень тоненькая, очень аккуратная. И в целом, если посмотреть на характеристики данного смартфончика, это один из самых вкусных Meizu на данный момент. Тем более, 225 долларов, версия 4.64. 275 долларов, версия 6.128. Короче говоря, если вам нравится Meizu, то Meizu X8 это очень даже хороший вариант. Так что ссылка в описании. Ну что ж, друзья, спонсор нашего видео бренд QZSD, который предоставил вот такой вот интересный, маленький, крутой, металлический, удобный, качественный штатив. За что ему, конечно же, большое спасибо. И, кстати, это интернет-магазин на сайте Алиэкспресс, поэтому ссылочка будет в описании. Ну и последний смартфончик на сегодня, но не последний по характеристикам и цене, это Honor 10. Да, в этом году рекламы было очень много. Все рекомендовали, все обозревали данный смартфончик. Просто у вас конфетка, а не смартфон. Да, Honor 10 это бомба. Но потом все это приутихло. И знаете, самое интересное то, что стоимость сейчас на данное чудо очень хорошая. Тем более, китайская версия за 260 долларов, версия 4.128. Глобалочка 400 баксов, ну неинтересно. А вот за 260, блин, смартфон крутой, дисплей 5.8 дюймов, Full HD+, разрешение. Сканер на фронтальной части, кому-то нравится, кому-то нет. Обалденная, красивая, стеклянная задняя крышка. Kirin 970, это предтоповое решение, потому что сейчас топчик это Kirin 980, но все равно за 260 долларов это крутой, более-менее нормальный процессор. Батарей на 3400 мАч, плюс быстрая зарядка, плюс USB Type-C, все круто. Интересные камеры, 16, плюс 24 мегапикселя. Искусственный интеллект там самый прошаренный, самый крутой. Ну, по крайней мере, так все говорят и все рекламируют данное чудо. Огромная, крутая фронтальная камера. В целом, друзья, как по мне, за 260 долларов, если вам нравится компания Honor, потому что, знаете, у компании Honor есть интересные модели, то, блин, Honor 10 за 260 долларов. Версия 4, 128, это, как по мне, топчик, крутой камерафончик с нормальным дизайном, с нормальной производительностью. В общем, друзья, если вам данный смартфон интересен, ссылочка в описании. Ну что ж, друзья, вот такой вот офигенный топ 5 крутых смартфонов до 300 долларов, которые вы сможете купить с нормальной, хорошей скидкой 11 ноября. Но это еще не все, потому что есть небольшой, маленький бонус для вас, друзья, потому что я урвал хороший купончик, нормальный купончик, и с помощью которого вы сможете купить OnePlus 6, версия 6.4, за 400 долларов, за 400 баксов. Если обычная цена 440-450, то за 400 баксов, как по мне, это круто. Но, друзья, учитывайте, что данный купон ограничен. Только 200 человек сможет купить данное чудо, поэтому ссылочка в описании. Если вам это интересно, то бегом, переходим на сайт GearBest и заказываем OnePlus 6 за 400 баксов. Купончик, ссылочка все в описании. А также, друзья, помимо этих 5 крутых смартфонов, которые мне лично нравятся и которые я вам советую, я оставлю еще некоторые модели, которые, ну, интересные, да, хорошие и скидка нормальная, но они не совсем тянут на топчик, потому что кому-то они понравятся, кому-то нет, потому что есть различные компромиссы. В общем, ссылка тоже будет в описании на данные модели. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам данное видео понравится, и вы мне поддержите лайками и комментариями, и, конечно же, вы купите тот смартфон, который вам больше нравится, и на которую у вас просто хватает бабла, потому что все впирается, как всегда, в бабосики. Поэтому 11 ноября не пропустите и урвите свой хороший, свой желанный смартфон по самой обалденной цене. Ссылочки, друзья, на все будут в описании. Также, кто не смотрел мой топ до 100 баксов, до 200 долларов, ссылочка в описании. Ладно, с вами был Димон, канал Всю Китай. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok